Здравый смысл У нас в гостях Марина Николаевна Шадрина, руководитель проекта «Медицинский класс». Здравствуйте, Марина Николаевна, спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Я, если позволите, с этого и начну. Задача медицинских классов какая? Для чего они, собственно, работают? Расскажите, пожалуйста. Вообще, в целом, программу реализации медицинских классов мы реализуем с 2020 года. Было заключено соглашение в рамках девятистороннего соглашения. Это Министерство образования, Министерство здравоохранения, глава городского округа Первоуральск и непосредственно Лицей-21. Основная цель этой программы – это развитие естественно-научного образования, профильного обучения в медицинской направленности. Марина Николаевна, я еще почему спрашиваю про задачи, потому что вот сразу вопрос возникает, а помогает ли это, то есть деятельность медицинских классов, в итоге решать кадровую проблему в медицине? Если да, то как это происходит? Мы считаем, что да, это помогает решить кадровую проблему, потому что в рамках профилизации у нас имеется 17 часов ежегодно непосредственно экскурсий, на которых дети могут себя попробовать в роли, ну так или иначе, медицинских каких-то специалистов. Они знакомятся непосредственно с различными профессиями, делают выбор в том или ином направлении, ну и в дальнейшем это поможет им определиться со своей будущей профессией. То есть, когда мы имеем в виду будущую профессию, это либо врач, либо медицинский работник, вот какой-то еще? Ну, в первую очередь, конечно, мы ориентируем детей на медицинских специалистов, ну а уже дальше ребенок сам вправе выбрать, какое направление ему ближе, это может быть не обязательно медицина, это может быть и ветеринария, это может быть и чисто фундаментальные науки, биология, химия, или вот как в этом году почвоведение, наша выпускница поступила в МГУ на факультет почвоведения на бюджет. Как обучение происходит? Я пытаюсь понять, ученики, допустим, отучившись после стандартных обычных уроков, идут к вам и в рамках проекта занимаются, или это специализированные классы, в которые поступает ребенок и он учится уже и идет упор именно вот на какие-то гуманитарные предметы, в том числе дисциплины, связанные с медициной? Это класс естественно научной направленности, начиная с седьмого класса у нас происходит отбор в эти классы и дети непосредственно занимаются углубленным изучением биологии, химии, у них дополнительные часы по биологии, по химии и внеурочная деятельность и дополнительное образование тоже направлены на развитие именно этих навыков, умений, интереса в этой области. По поводу интереса, новые технологии какие-то используются и оборудование, допустим, современное, как это происходит? Да, мы реализуем эту программу, было закуплено очень много нового современного оборудования, это и Телементор, и стол Пирогова, и аппарат лапароскопии, которого нет ни в одной школе города Первоуральска, и даже, я не побоюсь, в некоторых школах Екатеринбурга оно существует. То есть это уникальное оборудование, которое помогает нам реализовывать этот проект, помогает развивать, наверное, прежде всего, интерес к этому предмету и к медицине, попробовать себя в различных областях медицины. И начиная с каких-то навыков медицинской доврачебной помощи и заканчивая исследовательскими умениями, наши дети реализуют очень много проектов, пишут в обязательном порядке 100% учеников проект, имеется в виду исследовательский проект, который как раз направлен на развитие у них интереса к этому предмету, к медицине, к биологии, к химии и в других областях. Хорошо. Обучаются, научились. Как проверка знаний проходит? Оценки вообще ставят? Потому что в обычной школе ставят оценки. А здесь как? Оценки, конечно же, ставят, потому что это предмет, это государственный стандарт по биологии, по химии, также оценочная система. Ну а курсы внеурочной деятельности, доп. образования. Здесь мы защищаем итоговые проекты, групповые проекты. То есть это определенная тоже форма контроля. Я правильно понимаю, что навыки, которые получены вот в этих медицинских классах, они могут пригодиться не только в рамках будущей профессии. Где еще? То есть это же доврачебная помощь, по сути, да? Конечно. Это может быть в быту, это может быть просто оказание там какой-то где-то первой помощи на производстве. Это может быть да любые навыки, то есть где-то вот пригодились им в их жизни. Родители, насколько я понимаю, учеников тоже могут наблюдать за этим процессом обучения, оценивать какие-то итоги. Как это происходит? У нас проходят дни открытых дверей, где мы приглашаем родителей. Мы приглашаем родителей на защиту различных мастер-классов, творческих каких-то мероприятий, где они могут поучаствовать и оценить работу своих детей. Сколько обучения происходит? То есть это вот начиная там с 6-го, с 7-го класса, да, вы сказали? Да, начиная с 7-го класса, ну а затем уже 10-й, 11-й класс. По окончанию 9-го класса проходит отбор в эти профильные классы. Профильные классы, естественно, научные и химико-биологические. И здесь уже целенаправленно дети готовятся и к поступлению в ВУЗ, и к обучению в дальнейшем. Но желающих-то вообще много посещать медицинские классы? Ну вот в этом году, в 23-м году по выпуску 15 человек из 47 выпускников, 15 человек обучалось в естественно-научном классе. 9 учеников поступили в медицинскую академию и заключили договора с Министерством здравоохранения. И остальные из них поступили в Москву, в МГУ, Санкт-Петербург, Новосибирск на бюджетной основе. Преподаватели кто в этих медицинских классах? Кто обучает? Преподавателями являются преподаватели лицея 21, меньших Любовь Александровна химия. Я преподаю биологию, Щербакова Валентина Аркадьевна преподает биологию. А также мы привлекаем медицинского работника лицея 21. Она прошла у нас обучение. Она ведет курсы доврачебной и внеурочной деятельности, ну и других специалистов. Все-таки во внеурочное время, да, вы сказали, что дети тоже занимаются. То есть как это происходит, а чему обучаются, ну скажем так, дополнительно в рамках доп. образования? В рамках доп. образования у нас реализуются 16 образовательных программ, которые направлены в разносторонней направленности. Это могут быть и медицинские классы, это в первую очередь. Мы реализуем программы такие, как оказание первой доврачебной помощи, это медицинская биология, это биотехнологии, это химический анализ, это генетика курсы и так далее, и так далее, которые как раз вот направлены на реализацию этой программы. А что касается медицинских классов, все-таки где они у нас в первой райске находятся? Это только 21 лицей пока что, насколько я понимаю, да? Да, к сожалению, только 21 лицей имеет медицинский класс на сегодняшний день. Ну вот я почему спрашиваю, как все-таки туда попасть? Это изначально какой-то отбор проводится, да, то есть ученики, ну или просто ребенок, он когда учится в школе, в 21 лицее, и изъявляет желание в этом классе учиться поступить, да, пожалуйста, приходи. Как это происходит? Нет, это проводится отбор, то есть у нас есть входные диагностические контрольные работы, на основании которых мы проводим отбор в эти профильные классы. Мы принимаем у всех учеников из города Первоуральска, пожалуйста, если есть желающие, вы можете прийти, пройти такой отбор, то есть выполнив входные контрольные работы и на основании этих контрольных работ поступить в наши медицинские классы. Это бесплатно? Это бесплатно, конечно же. Если говорить о каких-то перспективах, наверняка вы их продумываете в рамках проекта, будет ли этот опыт медицинских классов как-то развиваться, тиражироваться в Первоуральске? Потому что, ну и насколько это вообще сейчас, скажем так, успешная практика? Мы предоставляем свои знания, свою площадку, свое оборудование для всех учеников, желающих проводим различные мастер-классы и конкурсы по оказанию первой доврачебной помощи. Транслируем свои знания и свои возможности не только для учеников города Первоуральска, но и в феврале месяце у нас прошел конкурс как раз по оказанию первой доврачебной помощи, где участвовали не только ученики города Первоуральска, но и ученики Ревды, Ачита, Красноуфимска и других городов Верхней Пышмы Свердловской области. То есть опыт Первоуральска все-таки интересен? Интересен, с удовольствием. Мы получили очень много хороших отзывов, и эти знания, они в дальнейшем пригодятся ученикам. Вот вы сейчас упомянули о конкурсе, а в каких еще конкурсах, соревнованиях, ну по профилю, да, собственно, участвуют ваши подопечные? Как это происходит? Делятся опытом? Расскажите подробнее. Наши ученики вообще очень много участвуют в различных конкурсах. Это, наверное, одна из целей, одна из задач медицинского класса и профильности обучения. Участвуют в различных профориентационных сменах региональных и российских образовательных центрах. Выпускники наших классов участвуют в образовательном центре «Сириус». В 2023 году 12 человек прошли отбор в этот образовательный центр. Из них 9 человек являются финалистами различных конкурсов и этапов. Кроме этого, три участника являются победителями проектной смены «Неокамп», уральской проектной смены «Урфу» и химической смены и химического турнира в городе Екатеринбурге, в «Урфу». Ну, это все здорово похвален, действительно. Спасибо вам за эту беседу, я вас благодарю. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо телезрителям за то, что были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя, всего доброго и до встречи.